Иван Марковец, Юпитер. Вань, прервали вы свою серию из четырех поражений подряд, но, к сожалению, не удержали победу. 3-3. Расскажи, как эта игра складывалась. А матом можно ругаться? Матом не надо ругаться. Так что, как игра складывалась? Все складывалось нормально. В первую очередь, конечно, хочу сказать парням огромное спасибо. Играли очень хорошо. Я своим. Парням соперника тоже, в принципе. Очень симпатичная команда. Достойно играла. Почему во втором тайме? Первый там закончили 3-1, имели преимущество. Почему во втором тайме отдали инициативу? Мы не отдали инициативу. Это было оговорено у нас. Но перед этим сделал судья очень ряд ошибок грубейших, которые, к сожалению, не повлияли на исход матча. Где нужно было ставить как минимум одну точку, а то и две. Но он не поставил, к сожалению, в ворота при 3-1 ни одного. Во втором тайме ребята соперника поднадавили, наверное. Нельзя было сказать, что это какой-то конструктивный футбол. Просто череда ошибок у нас, у них. Они просто были чуточку везучи, чем были мы. В связи с этим мы пропускали 2 гола. Хотя последние 5 минуты мы были куда опаснее, чтобы для гола нежели они. Ты доволен одним заработанным баллом или нет? Дима, о чем ты говоришь? Какой, блядь, один балл заработанный, если 4 к ряду проиграли, соперники все теряют очки. А соперник, когда игра наша, мы ее отдаем и получаем одну очко. Я сказал ребятам в раздевалке, как и все те 4 игры, что мы играем каждую игру только на победу. Но, к сожалению, в очередной раз рефери нас убил. Наверное, и в их сторону он ошибался тоже много. Спасибо. Станислав Панков, ОПГ «Ветеранов». Стас, сыграли в ничью 3-3. Вот ваш соперник все интервью уповал на судейство, что там пенальтики какие-то не поставили им. Что скажешь? Ну, скажешь, что мне в принципе не нравится именно судейство этого арбитра. На этом я, наверное, и останавливаюсь. Нет смысла там что-то. Еще какие-то подробности. Просто он не свистит, именно не спорные ситуации, а он явные не ставит. И поэтому возникает столько вопросов. Ну, счет 3-3 по игре закономерен? Или все-таки вы потеряли два очка? Или все-таки из-за того, что отыгрались при минус 2, вы довольны? Ну, считаю, что счет закономерен. Были бы довольны, если бы, конечно, за последнюю минуту эти два гола забили и отыгрались. Ну, так как забили относительно рано, еще оставалось минут 15, наверное. Хотели все-таки додавить, но чуть-чуть не получилось. Сейчас ваша команда в плотном графике. Две игры в неделю. Все игры серьезные. Как силенок-то хватит? Впереди полуфинал Лиги Чемпионов. Ну, пока хватает. Надеюсь, в дальнейшем будет хватать. Мы не делаемся. Расскажи в двух словах, кто не видел, по полуфиналу с Лиги Чемпионов с Грандфордом. За счет чего удалось Грандфорд пройти? Ну, за счет, наверное, того, что сила все-таки не в деньгах, а в правде. Мы никогда там ни у кого не покупаем игроков, ни у кого из других команд. Мы играем своим составом, ребятами, которые с своего двора. Нет никаких подписанных, никаких там ни премиальных, ни зарплат. У нас люди сами себе сдают деньги. Поэтому они и бьются так, как они не смогли бы, наверное, биться за деньги. Они бьются друг за друга и за наш район. А как ты думаешь, если у кого-то из ваших лидеров поступило предложение, финансово подкрепленное, он бы остался бы в команде? Разумеется, даже сомнений нет ни на секунду. Спасибо. Спасибо, Дим.